Кто-то строит планы на жизнь, а мне бы хоть до завтра прожить. Я решила снять такого формата видео, потому как мне интересно попробовать спланировать вообще свои книжные предпочтения на несколько месяцев вперёд, предугадать их, так сказать, потому как я, наверное, до этого подобным не занималась. У меня просто были какие-то книги, которые я хотела прочитать, они у меня были в списке, либо скачаны, и я про них вспоминала и читала, либо я где-то что-то видела, скачивала импульсивно и читала. А сейчас я решила построить определённую схему, по которой я буду читать. Ну, имеется в виду, что у меня будет просто определённое количество книг, которые намечены на определённый период, но это вовсе не значит, что если я их не прочитаю, то что-то плачевное случится. Вовсе нет, просто мне кажется, что так легче организовать свой досуг в плане чтения. У меня здесь две стопочки, одна физическая, другая виртуальная. Это, значит, печатные книги и те книги, которые в электронном виде, скорее всего, они у меня будут идти именно в аудиоформате. Возможно, аудиоформат немножечко даже расширится в зависимости от того, как я буду успевать читать. Но печатные, я уверена, что я их все не осилю, но это, так скажем, очень опрометчивые и недальновидные планы на эти три месяца. Я вам сейчас буду всё показывать. И начнём мы с классики. У меня здесь целых четыре книги, они вот сверху лежат. И первое — это у нас Иван Бунин и его «Тёмные аллеи». Я их, к сожалению, в прошлом году так и не дочитала, потому как я их осиливала через аудиоформат и выяснила, что, оказывается, я их не полностью прочитала, хотя была уверена, что закончила. Это сборник рассказов, в котором почти все рассказы с очень таким трагичным концом. И все эти рассказы о любви, о разной любви, к разным людям, в разных обстоятельствах. Но все они заканчиваются, к сожалению, печально. Но, быть может, во вставшихся рассказах будет всё не так. Об этом я узнаю, когда буду читать. Мне кажется, это такая осенняя история в плане того, что ты можешь себе ещё больше добить, а можешь и не добивать, смотря как ты посмотришь на ситуацию. Насколько я знаю, там вроде сборник разделён на три части. И я прочитала из них, по-моему, то ли одну, то ли полторы. Точно не знаю, но я потом, когда смотрела в интернете вообще, восстанавливая, так скажем, хронологию того, сколько рассказов у меня прочитано, было выявлено, что прочитано у меня далеко не всё из этого сборника. И мне кажется, что, возможно, здесь не всё. Но мне понравилось в этом издании, потому как, по-моему, в эксклюзивной классике его не было. Или я просто его решила взять, потому что там была хорошая цена. Не помню. Но это была первая книга из вот этой серии. И, в принципе, она очень неплоха. Единственное то, что мне кажется, я в ней больше ничего покупать не буду, потому как, ну, меня не цепляет. Хотя твёрдая обложка меня, конечно, очень подкупает. И у меня в этой серии вся Джейн Остин, которая вот следующая книга, тоже я её взяла. У меня ещё есть Эмма. Из непрочитанного. И вот чувство и чувствительность. Я решила начать с неё. Возможно, потом доберусь и до Эммы. Мне нравится Джейн Остин. Я уверена, что я даже половину всего её сарказма и всяких отсылок не понимаю. Но, тем не менее, мне нравятся её истории. Мне нравится её слог. Из того, что я прочитала, мне, конечно, больше понравилось до в дроссутка, нежели гордость предупреждения. Но по этому поводу, я думаю, что можно не начинать дискуссии, потому как у всех вкусы разные. И следующая книга – это Брэм Стокер и его Дракула в просто ошеломительно красивом и очень приятном на ощупь издании от Эксмо «Яркие страницы». Покупала эту книгу с рук. А нет, эту книгу я покупала на Озоне, потому что я её как бы сейчас обернула, на обратную сторону посмотрела обложки, и мне показалось, что здесь грязный штрих-код, а это просто, видимо, сначала напечатали штрих-код, а потом как-то покрыли чёрной краской обложку. Не знаю, как правильно работает, но, тем не менее, очень-очень красиво. И вообще в издании «Яркие обложки» мне хотелось бы намного больше собрать свою коллекцию книг. Это «Божественная комедия» Данте Алигьери. Мне давно хотелось с ней познакомиться. У меня она была в аудиоформате, но вот я буквально, когда только начинала подбирать книги себе на осень, в аудиоформате удалила её, потому как решила, что я буду полностью её читать в печатном виде, так как она у меня есть. Она достаточно увесистая, даже побольше, чем «Дракула», но я думаю, что, в общем-то, всё возможно, тем более там достаточно приятный шрифт, насколько я помню. Я просто знаю, что это очень такое монументальное произведение вообще и в классике, и у самого автора, соответственно, нужно бы с ним ознакомиться. Следующая книга, точнее, следующие две книги – это продолжение цикла, последнего цикла Терри Пратчета. Про этого, я не помню, как его зовут. Короче, цикл называется так же, как и главный герой этой трилогии. Первую книгу я сейчас читаю «Держи марку». И вторая, и третья книга – это вот вторая «Делай книги», и третья «Подай пару». Постараюсь осилить мне вот, не знаю, мне кажется, он так поднимает настроение, Терри Пратчет, что на осень, когда у тебя может быть хандра какая-то, это самое то. Единственное, конечно, то, что объём такой приличный, но будем справляться. И следующая книга – это «Дарья Бабулёва. Наш двор». Интересная история, как мне кажется. В принципе, очень хвалят автора за её слог, за историю. Я сама такой жанр, как бы ужасы, триллеры, не особо люблю ни в книгах, ни в фильмах, но почему-то решила, что нужно разбавлять свои литературные вкусы, тем более, что я вот начала ознакомиться с Майком Омером. Извините, я буду его называть так до конца своей жизни. Надеюсь, что оно у меня будет длинное. И подумала, что почему бы не почитать что-нибудь из подобного. Ну, понимаю, я понимаю, конечно, что это совершенно разные, наверное, направления данного жанра, но тем не менее, хотела бы ознакомиться с чем-то, что популярно в России, и в том числе от отечественного автора. Почему бы нет? Вот. Купила её на книжной ярмарке, и она достаточно компактная, и не особо такая пухленькая, поэтому думаю, что смогу с ней ознакомиться в ближайшее время. Может быть, прочитаю её, либо следующую книгу на Рене Абгарян, понаехавшая. Я вот от неё читала Зулали, но я её так не дочитала, потому что сборник рассказов решила отложить, потому что слишком она всё-таки такая стекольная. И я приняла решение, что нужно сделать небольшой перерыв, потом я вернусь, так как рассказы между собой сильно не связаны, соответственно, никакой нити повествования я не упущу. А понаехавшая — это, как я понимаю, чуть ли не автобиографичная история автора, потому как она переезжала, по-моему, то ли в Москву, то ли в Санкт-Петербург. В любом случае, да-да, вот здесь про Москву понаехавшая, конкретно именно в книге. Значит, наверное, автор тоже переезжал в Москву. Следующая книга — это очень компактное издание Достоевского «Белые ночи». Я так понимаю, что это повесть. Возможно, там несколько произведений. Кстати, давайте сейчас посмотрим. Это «Эксмо» у нас. Очень красивое издание. В покупках говорила о том, что это издание было сделано чуть ли не эксклюзивно для буквоеды, насколько я смогла найти информацию в интернете, потому как у нас в онлайн-магазинах я его не видела. И смогла купить только в читай-городе, когда вот там была. Я сразу погуглила, может быть, я куплю его онлайн и не буду здесь тратить деньги. Но по итогу, как я увидела, что оно продается только вот в буквоеде онлайн-магазине, а это магазин Санкт-Петербурга. И я вот сейчас смотрю на содержание. Значит, здесь первое — это «Белые ночи», 90 страниц. А дальше «Бедные люди». «Бедные люди» я, в принципе, с ними была ознакомлена, но мне, может быть, будет даже интересно его перечитать. За счет маленького формата здесь и верстка достаточно такая интересная, как мне кажется, но при этом шрифт не бисер, поэтому будет интересно. Можно будет с собой брать маленькую сумочку, потому что в мою единственную сумку ничего не помещается. Поэтому я задалась вопросом, что нужно ли мне прикупить побольше сумку. Но, в принципе, ходить, я думаю, что на постоянной основе на работу я буду с рюкзачком своим, поэтому туда книжка точно поместится. И последняя печатная книга, она, как мне кажется, самая большая по формату, это «Гиллиан Флинн. Исчезнувшая». Я не знакома с фильмом. Книга, на самом деле, у меня была на слуху только какой-то промежуток времени. Я думала про то, что, может быть, её прочитать, но как-то тоже отталкивала история того, что это такой немножечко триллер. Но тут Аня Букспейс про неё сказала очень такое интересное резюме, будем это называть так. Она очень неоднозначно сказала про героя, в плане того, что под конец книги все оказались мерзкими. До жути. Я думаю, интересно, надо попробовать. Вот здесь, к сожалению, шрифт достаточно мелкий, и мне не нравится верстка, потому что если бы она была чуть пошире, то можно было бы и шрифт увеличить. Но, в принципе, думаю, что можно будет с этим как-то смириться. Это последняя книга из тех, которые я планирую читать именно в печатном виде. Мы перейдём на аудиокниги. Я слушаю аудиокниги на трёх площадках. Одна нелегальная, так скажем, две другие легальные. Первая — это просто торрент. Скачу какие-то книги. Да, мне могло бы быть стыдно, но мне не стыдно. Вот серьёзно. Потому как иногда я понимаю, что, например, на каких-то платных источниках, где именно я нахожусь, их нет. И первая такая книга — это Марио Пьюзо и его «Сидицы лиц». Это, получается, негласное продолжение «Крёстного отца». И всё это из вот этой же серии про бандитские кланы Америки. Вот. Мне было бы интересно ознакомиться. Достаточно большая книга, насколько я могу судить по количеству часов. Я забыла упомянуть о том, что я также ещё слушаю на двух других площадках аудиокниги. Первая — это Литрес по подписке на читатель... У меня два читательских билета от двух разных библиотек. Одна позволяет брать три бесплатные книги в месяц, а другая — целых десять. Причём вторая — она библиотека, которая вроде как предоставляет возможность брать бесплатно книги. И какие-то научно-популярные, исторические, просто научные какие-то труды, бизнес-литературы. Но при этом сейчас, насколько я понимаю, вот то, что я брала уже по факту по вот этому второму читательскому билету, где предоставляется больше книг, я там брала совершенно не такую литературу, которую, в принципе, изначально заявляла нам библиотекарь, когда оформляла читательские билеты. И вторая у меня подписка на BookMate. Но я так с ней не разобралась, потому что у меня есть Яндекс Плюс подписка. И, как я понимаю, BookMate, она отдельно оплачивается. И вот там был, как я поняла, пробный период 30 дней. Я прослушала, по-моему, четыре или пять книг. И потом пропала эта подписка. Я думаю, что такое, что случилось? Думаю, так, надо заплатить денег. Я хотела, честно сказать. Но потом я как-то не то, что передумала, я такая, блин, сейчас у меня нет этих лишних денег, хотя это не такая большая сумма, это типа 100 рублей. Я такая думаю, ладно, со следующего месяца. В итоге я открыла буквально пару дней назад BookMate, и он опять у меня начал работать. При этом я посмотрела по платежам, и вроде как я не платила за него. Я не уверена. Может быть, и заплатила, но у меня это как-то... Я пропустила этот платеж. Ну, в смысле, вот в истории я просто посмотрела, списание с карты. Но я не могу понять, как опять он начал работать. Если оно как-то автоматически у меня настроилось, что списывает мне деньги. Окей, но у меня вопросы как, потому как у меня не прикреплена вроде как моя карточка банковская, потому что Яндекс Плюс оплачиваю не я, так как он у нас семейный. Соответственно, странная ситуация. Но при этом у меня подключена система того, что... Ну, там такое обозначение, что у всей семьи Яндекс Плюс, но у меня еще вот эта дополнительная функция, букмейт, типа, что я ее... Что оплачивает тот, у кого она подключена. То есть я ее оплачиваю. Но при этом у меня не видны эти списания, либо я их не нашла. В любом случае, присмотритесь, если у вас есть Яндекс Плюс подписка, то оформить букмейт на самом деле сейчас дешевле. Потому что я помню был период, когда она вроде как не входила в подписку Яндекс Плюса, и она стоила там что-то 350 рублей. Для меня это дорого. Но давайте вернемся к книгам, которые я для себя определила, именно в электронном, в аудио формате. Следующая это у нас Елена Михалкова «Знак истинного пути». Решила, что хочу попробовать еще раз зайти в ее цикл «Бабкины иллюкшен». Потому как мне очень нравятся ее независимые работы, вот эти одинарные. Но при этом мне почему-то кажется, что если я вот вникну в этот цикл большой, то тоже будет очень здорово. Следующая книга это то, что я себе планировала еще в прошлом году, но не получилось. Я себе поставила план на этот год, но опять как-то не выходило, потому что то-то, то-се слушала. Это достаточно большая книга. Я хотела вернуться к Маркесу, тому, как я читала его «Любовь во время чумы» два года назад. И в этом году решила вернуться к его «Ста годам одиночества». То есть 100 лет одиночества, мне кажется, должно быть тоже интересно. И следующее это у нас Гиде Мапасан, «Милый друг», тоже давно хотела ознакомиться. Скачала, по-моему, даже в прошлом году или в начале этого. Но опять же, она какая-то такая, ну вот вроде не супер большая, но тут тоже Анну Джейн я вот такое же количество слушала. Но вот надо мне настроиться на классику. Вот есть классика, которую я готова читать с лету, а какой-то мне надо прямо готовиться. И следующая книга у нас что-то новое для меня на самом деле. Это как раз-таки вот скриншот из Букмэйта. Я её там сохранила. Это одна была из первых книг, которые я сохранила в Букмэйте, потому что они мне... Я не знаю, где она мне попалась, не могу вспомнить. Но у меня скачана была её книга «Кукла». Это Дафна Дюмарье. И у неё вот этот трактир Ямайка. И при этом я изначально его вообще не прочитала, почему-то трактир Ярмарка. Так странно. Следующая книга это Анна Джейн, поклонник. Да, я хочу попробовать именно поклонника. Потом я сделал перерыв. И если мне здесь всё понравится, то это будет такой новый виток и желание прочитать её вот эту диалогию тоже «Любовь-ненависть, ненависть-любовь». Потому что всё-таки как бы это всё не было так закручено, банально и растянуто, всё-таки есть что-то в ней такое, почему мне хочется возвращаться. И я понимаю, почему. Потому как это всё-таки немножко возвращает меня в мои мысли про то, что я там когда-нибудь встречу своего прекрасного принца и всё такое. И сейчас, несмотря на то, что там буквально полгода назад, год, я бы даже не могла бы подумать, что я об этом не буду думать. Но сейчас из-за того, сколько у меня всяких там дел, проблем, и вообще такая взрослая жизнь, я об этом как-то меньше думаю. И не то, чтобы мне это сильно удручало, но при этом, когда я читаю какую-то подобную литературу, она меня возвращает в этот прекрасный мир иллюзий. И я не могу сказать, что мне это не нравится. Потому как даже если я вот это слушаю, тире читаю как-то на фоне, там что-то, вот они какие-то свои проблемы решают, я думаю, блин, а я сейчас вот дослушаю, вернусь домой, лягу спать, и перед сном буду об этом мечтать, думать. И как-то это немножко меня вдохновляет. Поэтому я ничего не имею против такой литературы, просто опять же, мне сложно смириться с теми изъянами, которые я для себя вижу как, ну, не могу сказать, что суперпродвинутый читатель, но, так скажем, не новичок. Вот, поэтому, конечно, с этим я смириться не могу, но опять же, если сюжет действительно неплох, хотя бы в начале, это уже как минимум полплюсика в карму автора. Следующая книга это «Чужое имя. Тайна королевского приюта для детей». Это какая-то такая, ну, не научная, но скорее документальная литература, если я правильно понимаю. Мне интересно с подобным ознакомиться. Следующая книга это «Кир Булучов. Поселок». Мне кажется, тоже он сейчас как-то более популярен, что ли. Я его тоже вела у Ани Bookspace, по-моему, несколько раз. Она говорила, что очень какая-то интересная книга, я думаю, надо попробовать. Я видела ее в эксклюзивной классике, и мне так понравилось издание. Не знаю, вот иногда бывают такие красивые цвета у эксклюзивной классики, что ты просто смотришь и думаешь, боже мой, какая прелесть. И следующая история это «Трое на четырех колесах». Джером, Джером, боже мой, я его прочитала вот сейчас эти рассказы, сборник рассказов. Что-то он как-то называется «Пирушка с привидениями», и там было еще несколько, тоже на Литресе. Такая прелесть. Все-таки люблю я британских авторов. Вот что актеров, что писателей. Вот есть что-то в британцах такое, что меня цепляет. Вот, поэтому буду читать, знакомиться. Я читала у него «Трое в лодке, не читая собаки». И для меня удивительно, что, кстати, Джером, Джером почти никто не выпуска... Нет, не сдает. То есть вот он, по-моему, только... Вот только-только в прошлом году эксклюзивная классика вроде как за него взялась, и там есть два произведения. И следующая книга, я у этого автора уже кое-что читала по совету, если я не ошибаюсь, потому что я вроде как по совету одной девушки, блогера, тоже взяла эту книгу, точнее этого автора. Я не помню, какую конкретно книгу она советовала, потому что я прослушала одну, но это та была, которая была свободна на Литресе. И вот сейчас появилась у него новая, буквально вот это прям новая-новая книга. Я даже думаю, встану в очередь за ней, если она сейчас занята, потому как интересно пишет. Ну, точнее, он не сам пишет, потому что, как я понимаю, он профайлер ФБР. И он сотрудничает с журналистом, который его все слова и истории оформляет в более профессиональный такой слог, который будет приятно читать. И следующая книга это Иванов Алексей. Его пищеблог. На самом деле выбрала ее, потому что она тоже не супербольшая. Я у него сейчас такие читаю, небольшие книжечки. И готовлюсь к большому его табову. Просто он же огромный. Я так понимаю, там два тома даже. Я к нему готовлюсь, потому что я прочитала уже географ Глобус Пробел в прошлом году, в этом году. Общага на крови. И вот сейчас хочу пищеблог. Сериал не смотрела. Говорят, первый сезон неплохой, про второй не знаю ничего. Ну, может быть, даже как-нибудь посижу, посмотрю. Но я так понимаю, что здесь у него тоже такая мистика, фэнтези даже немножечко. Будет интересно посмотреть на него в таком жанре, потому как я до этого читала эти два произведения. Они такие... Это такой жестокий реализм, потому что в теории это, конечно, наверное, так и может происходить в жизни. Но очень не хочется верить, что реально такое есть. В любом случае, я надеюсь, что вы не позволяете никому себя обижать, потому что вы можете это сделать совершенно спокойно сами. С другой стороны, зачем вам это делать? Вы можете каждый день себе и окружающим доказывать, что вы офигенные, и у вас обязательно все получится. Когда-нибудь, сегодня, завтра или через год. Это не важно, потому что главное усидчивость. Я надеюсь, у вас все хорошо. Хорошо у меня. И до новых встреч. Пока!